Возвращаемся в студию микрофона, Михаил Хазин, начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Михаил, добрый день. У меня вот такой вопрос, может быть, немножко не по теме, но все-таки экономически. Скажите, вот, по-моему, два, два с половиной или три года назад была вот эта катастрофа в Мексиканском заливе, где ВИПИ там, утечка, да? А скажите, я что-то, может быть, прослушал и не в курсе дела, к ним какие-нибудь санкции? Потому что, применили, потому что говорили, что это будут какие-то совсем разорительные, но как-то после этого все, что-то тишина, может быть, я просто... Вы знаете, я не следил специально за этим, как-то это было не очень интересно. Насколько мне известно, суды еще не завершились. Я не знаю, они там идут или нет, но это у них длительная процедура. Вон, история с танкером, который в Бискайском заливе в Европе. Там сейчас только начинаются судебные процессы. Так что, не знаю, но посмотрите в интернете, может, там где-нибудь это есть. Здравствуйте, слушаю вас. Алик, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, вот конкретно продажа одежды, да, дикое у нас падение продаж. А что ждать вообще дальше? Дальше ждать дальнейшего падения, потому что никуда не денешься. У людей становится мало денег, они начинают... Но при этом очень интересно, они стремятся покупать одежду реже, но лучшего качества. Потому что это такой известный очень феномен, когда бедный человек, у которого в кармане 50 рублей, приходит в обувной магазин, он ищет себе обувку за 50 рублей. А когда приходит человек бедный, но бывший при этом раньше средним классом, то он не будет покупать обувку за 50 рублей, потому что он понимает, что это не товар, она через неделю развалится. Он лучше уйдет, найдет себе еще где-то денег и купит более-менее приличную обувку. Это такая известная очень история, что объединение бывших ранее более успешными людей, оно принципиально меняет тоже структуру спроса. Но по конкретному номенклатуре я, конечно, общую не могу дать совет, тем более, что это еще зависит от региона и много еще от чего. Единственное, что я могу сказать, обращайтесь вне окон, может быть, мы вам сможем помочь. Не по всякой теме, но по некоторым, может быть, сможем. Здравствуйте, я слушаю вас. Здравствуйте, Михаил. Алло. Да-да-да. Здравствуйте. Вот в прошлой передаче вы говорили про Германию. Скажите, пожалуйста, как получилось, что в Первую мировую войну она потерпела такое поражение, и через 20 лет уже так подняла экономику, что могла воевать уже опять со всей... Ну, вы поймите, она же потерпела очень специфическое поражение. За время Первой мировой войны ни одного иностранного солдата не было на территории Германии. Война закончилась, когда линия фронта была за пределами Германии. То есть в этом смысле она была в абсолютно таком хорошем состоянии. Ее разоряли репарации, это да. Ее разоряло то, что там разрушили свою финансовую систему. Вообще нужно отметить, что то, что происходило в Германии в 20-е годы, очень напоминает то, что было у нас в 90-е годы. Когда немецкий промышленник, который хотел производить товары, приходил в банк за кредитом, а банки уже контролировались англичанами и американцами, то ему на это говорили, парень, а зачем тебе кредиты на покупку оборудования, которые производят немцы? Давай лучше мы тебе дадим кредит на покупку оборудования английского или американского. Он говорит, ребят, я немец, я хочу, чтобы наши заводы работали. Он говорит, а тогда мы вам кредитов не дадим. И в результате была бешеная безработица. И если бы это все продлилось долго, как это у нас продлилось, то все бы, конечно, умерло. Но у нас, обращаю внимание, в 90-е годы заводы остановились, но они еще были. Там было оборудование, они были готовы начать работать снова. И в 98-м году у нас, после резкой девальвации рубля, они все задышало снова. А вот все эти самые целенаправленные уничтожения заводов началось уже в 2000-е годы, когда начались рейдерские захваты, которые поддерживало и правительство, и система судопроизводства, и региональные власти. А вот, соответственно, в Германии пришел шахт вместе с Гитлером к власти и ввел параллельные деньги, которые не контролировались англичанами и американцами. У нас тоже была такая попытка в 90-е годы, это называлось федеральная вексельная программа. Но ее реализовать не получилось. Своего шахта у нас не нашлось. И в результате начался в Германии бешеный экономический рост, очень похожий по экономическому механизму с тем, который был у нас в 99-2003 годах. И поэтому немцы так любили Гитлера. Ему были, в общем, до лампочки все эти его националистические заморочки, они просто помнили, что это был человек, который спас их экономику от англичан и французов. Вот где-то примерно так. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Михаил. Прежде кратко, спасибо вам за открытый разговор. Вопрос такой. Вот вы даже сейчас говорите, что рейдерство поддержало правительство. Это конкретно Путин тоже, да? И еще дальше. Вот говорят, что замечательно живем каждый день. Прочие буквально на днях на Народном фронте Рошаль, ну, конечно, он там прогибался перед Владимиром Владимировичем, как мог, естественно, деньги получать. Но он сказал, что катастрофическая нехватка врачей. Конечно, зарплата там минимальная. У учителей тоже самое, кроме Москвы, там, может, Питера. Пенсии есть, если вы знаете, меньше даже 4 тысяч рублей. Вот у меня брат всю жизнь отработал на стройке, да? От мастера простого до главного инженера. То есть строил дома, там, учебные заведения. Сдавайте быстрее вопрос. 7 тысяч рублей пенсия. Там берут за газ 3 500. Вот. Как жить народу? И понимает, что вот кого не спроси, 99 процентов, ну, кроме администрации. Ну, что можно сказать? Ну, как бы, народ проголосовал за капитализм, получили капитализм. Капиталисту неинтересно, будет выживать данный конкретный человек или не будет. Ему важно получать прибыль. Ну, в нашей стране это добавляется желанием распилить госсобственность, принадлежащую раньше всему обществу. Если народ не будет этому сопротивляться тем или иным способом, ситуация будет ухудшаться. Никакого улучшения не будет. Еще раз повторяю, нет больше советской власти. Экономика по-русски. Или особенности национальной экономики. Мы находимся в студию микрофона. Михаил Хазин продолжает отвечать на вопросы. слушателей. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, так что выходит сталинская экономика лучше нынешней путинской? Николай спрашивает. Я не очень понимаю, что значит лучше. Если речь идет о том, чтобы откачивать деньги на Запад, безусловно, нынешнее лучше. Если говорить о доходах среднего класса, может быть и лучше, потому что сегодня средний класс получает часть денег от нефти, а тогда все доходы шли на строительство. Если говорить о доходах бедных слоев населения, безусловно, сталинская лучше. Ну, то есть, вот, как бы, вы критерий выберете, и тогда можно будет разговаривать о том, что лучше, что хуже. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Михаил Вячеславович. Объяснился, пожалуйста. Вот в мировой системе было... Радио, выключите себя. Заяцем недалеко от него. В мировой системе было какое-то большое количество денег. В последние годы еще напечатали огромные триллионы. Где они все? Почему они не работают? Правильно. Алло. Потому что дело в том, что само по себе количество денег роли не играют. Важны финансовые потоки. Если вы не можете эти деньги вложить с прибылью, то тогда, соответственно, вся система работать перестает. Это абсолютно понятно. Экономика – это замкнутые финансовые потоки. Как только они перестают замыкаться, как только деньги начинают где-то концентрироваться, вся система идет в разнос. Здравствуйте, слушаю вас. Не хочу тебя. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день, Алексей Марсов. Скажите, пожалуйста. Погромче, можно что-то говорить? Вы все еще стараетесь заняться политикой? Я помню, вы говорили о партии какой-то. Вы знаете, сегодня это во многом бессмысленно. Дело в том, что когда я это говорил, то было ощущение, что государство решило немножко ослабить контроль над политической жизнью в стране. Сегодня мы видим, что в реальности ситуация ничуть не изменилась. То есть контроль за деятельностью партии очень сильный и очень жесткий. И по этой причине сделать реально независимую партию, которая бы работала, практически невозможно. Просто в любую секунду ее можно закрыть. А это дело даже не в том, что это каких-то требует денег. Это требует колоссальных усилий. То есть, иными словами, бросить все и заниматься созданием партии, при том, что эту партию могут в течение трех минут закрыть. Ну вот, мне кажется, что пока еще рано. Еще раз говорю, наше общество и наша страна пока явно, совершенно к политическим методам борьбы не готовы. Здравствуйте, Суфра. Алло, добрый день, Михаил. У меня вопрос такой, тоже самое касается Германии. Вот примитивный такой вопрос, ну, хочу понять. Вот в Великую Отечественную войну выиграли мы в Советский Союз. И ситуация Россия, предположим. А почему Мерседесы готовят они сами? Вы знаете, ситуация же очень простая. Мы выиграли войну, и мы в 1957 году запустили спутник через 12 лет после победы. А в 1961 году, через 16 лет после победы, мы запустили первого человека в космос. Потому что Соединенные Штаты Америки, которые не пострадали во время войны, смогли запустить человека только в космос в 62-м году. Вот это нужно понимать. Что касается Германии, то Германия попала в план Маршалла, в который мы не попали. Смысл плана Маршалла следующий. Для Германии открыли американские рынки. Понимаете, производить Мерседес в 46-м году, в 47-м было невозможно. Его некому было в Европе купить. Но когда у вас покупают американцы, посмотрите на Северную и Южную Корею. Для одной открытые американские рынки, а для другой закрыто все. И посмотрите на абсолютно разные темпы развития. То есть это нужно отдавать себе отчет, что как только вы включаетесь составной частью в сильно более развитую экономику, то вы начинаете очень быстро развиваться практически до этого уровня. Точно так же, как мы вытаскивали там свои отсталые республики и страны Восточной Европы. Другое дело, что они все разрушили. Я напомню, что в 70-е годы Болгария по промышленному производству была больше, чем грето вместе взяты. И где оно теперь? Ну вот так. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Игорь. Скажите, пожалуйста, сейчас идет сборный расцвет розничного кредитования. Вот у меня один знакомый, он где-то в трех банках, кредитованный миллион на четыре. И когда я спросил, я говорю, чем отдавать буду. Я что, знаете, что ответил? Говорит, а значит, будет призис, никто не будет возвращать. И вот на этой мутной воде он на что-то рассчитывает. Насколько вы надеялись? Ну, теоретически, да. Но практически нужно понимать, что это... Ну, как бы у вас есть два варианта. Да, один вариант, вы ведете абсолютно легальную жизнь. Вы живете там, где прописаны. Ваши дети ходят там в школы. Ваше имя всем известно. Ну, и т.д. и т.п. В этом случае, если вы попадаете в ситуацию, что вы не можете вернуть кредит, у вас начинаются проблемы реальные. Потому что коллекторы начинают запугивать вашу жену. В подъезде к вашим детям начинают подходить разные персонажи. И говорят, скажи папе, чтобы он вернул кредит. А то будет бобо. И так далее, и тому подобное. А есть люди, которые брали в банках деньги под обороты. Которые, соответственно, выдавали откаты работникам банка. И в этом смысле им совершенно наплевать. А которые не живут там, где прописаны. А прописаны они, может, вообще где-нибудь в Сибири. И этим людям действительно им наплевать. Но тогда, соответственно, там масштабы их бизнеса. И что самое главное, как бы специфика их жизни, она достаточно понятна. То есть они будут бегать. Ну, какое-то время от кредиторов. До тех пор, пока кредиторы не разорятся сами. С другой стороны, если кредиторы их долги продадут каким-нибудь мощным структурам, то бегать будет все труднее и труднее. Но на этом наше время подошло к концу. Микрофон был Михаил Хразин. Благодарю за внимание. До свидания.